Привет, друзья, с вами я, Атлан. Сегодня будет видео про две направления, которые входят в мой портфель. Ранее они там не были. Но до того, как сказать про эти направления, простая конструкция моего портфеля. Основной портфель, вторичный портфель и watch list. Основной портфель – это те активы, которые на очень долгосрок, исходя из качества технологии и увеличения масштаба вредения этой технологии. В вторичном портфелье – проекты, которые очень интересны и имеют очень интересную перспективу. Третий – watch list. То есть проекты, за которыми я слежу. Очень часто в этих проектах нет токенов или у них даже нет акций. Но они настолько перспективные, что упускать появление их акции или токена я никоим образом не хочу. Итак, две направления, которые добавляются в мой портфель. Следующие. Первый добавляется во вторичный портфель. То есть я буду там делать частичные инвестиции. Направление не новое, но особенно в конце прошлого года и в этом году. Как мы видим, что происходит с большими биржами и с банками. Это направление будет... Многие будут мегирировать использование таких платформ. Речь идет о DEX. Я в своем вторичном портфелье сделаю пакет топ 4-5 DEX платформ. И буду за ними следить. Для выбора я посмотрю, кто какие возможности дает пользователю. Количество возможностей. Не только спотовые, но и фитчерс трейдинг, общин трейдинг. Что еще есть в одной платформе. И насколько это легко этим пользоваться. И плюс, насколько это выгодно. И все это, конечно, на самое главное. Насколько этот DEX безопасен. Критерии для того, чтобы выбрать тот или иной DEX для поставки в вторичный портфель. В этом секторе есть проекты, которые уже известны. Как, например, Synthetix или DYDX. Но есть и неизвестные. Постараюсь разделить между известными и неизвестными. Но опираясь на основные количества возможностей в одной платформе. Легкость использования. И комиссии безопасности. Вот все это. Вместе взятые. В этой сфере три игрока. Первый это централизованные. Правильно будет сказать скамы. Которые рано или поздно будут ликвидированы. Второй это централизованные, но легальные биржи. После обвала скамов. Они будут набирать все больше и больше трафика в себе. Не DEX, а они. Я лично более склонен использовать централизованные. Пока что централизованные легальные биржи. Которые с аудитом все в порядке. С регуляторами все в порядке. Чем использовать DEX? Купли-продажи. Я никогда не рассматриваю биржу. Место, где хранить активы. То есть, только в крайнем случае, если я не могу этот активник где отправить. В таком случае она останется в бирже. Но биржа для меня всегда как физически. В супермаркете, когда идешь обменять доллар на что-то. Все ты обменял и вышел. Все ты ничего там не оставил. Это место обмена. А не место, где ты должен хранить что-то. Так, с обвалом скамов, скажем так, Легальные игроки будут набирать все больше и больше трафика. И у DEX конкуренция в основе лежит легальные игроки. С ним конкурировать. Если они нигде ничего не напортачат. Это сильная конкуренция. Плюс, я думаю, централизованные биржи, которые заботятся о своем будущем, частично будут внедрять в себе децентрализованные решения, чтобы обеспечить для себя свое будущее. Тем самым не отдавать свою долю, которую за годы брали от рынка, не отдавать это децентрализованным новым решениям. Если трафик делится на DEX и на CX, CX должна внедрять элементы DEX, чтобы просто стать еще сильнее. У тебя есть история, стабильность. Плюс опции DEX – это лучшее решение. Кляренько. А не новый DEX, о котором никто не знает. Качество смарт-контрактов. Все это очень новое. То есть у DEX конкурировать есть с чем. И эти конкуренты, если они будут немного умны, у DEX будет еще сложнее с ними конкурировать. У новых проектов. Поэтому они входят у меня во вторичный портфель. Токены этих бирж. DEX-бирж. Если приток трафика будет очень сильным в DEX, то и малое количество активов, которые я имею от этих бирж, они себя все равно покажут очень хорошо. А если все пойдет в направлении, где легальный секс будут иметь понимание, что они могут составить очень жесткую конкуренцию DEX и будут стараться сделать апгрейд своих частично систем. В таком случае, то, что эти монеты у меня во вторичном портфеле, я с этого не буду терять ничего. Есть очень больная тема, когда... Это тоже, кстати, от человека, с которым я работал, Давида. Он говорил, если я буду инвестировать свои деньги в проект, который не рухнет, нет, но оно и не будет давать прибыль. Это еще одно, один из самых худших вариантов развития сценария для меня. Потому что я теряю время, в котором я эти деньги, когда могли бы работать и приносить мне деньги. Вот у меня самый большой в этом смысле актив, который не приносит, это XRP. Оно никак не приносит ничего. Единственное, что оно мне дает, да, и эта доза каждый месяц я получаю, это уверенность в том, что это правильная инвестиция. Ну, да, то, что в 25-м году многое покажется. Да, ну... И что СЕК в любой момент может закончиться. Да, но... Я успокаиваю себя касательно с XRP в том, что... Ты же поставил его в первичном портфеле, да. В первичном портфеле какие монеты, которые... Дело в том, что растет внедрение. Масштаб использования. Рано или поздно всегда оторванная от реальности цена возвращается к активу в реальном мире. Это всегда происходит. И в рынке акций, и в рынке металлов, и в любом рынке. Всегда, когда цена оторвана от реальности, оно рано или поздно возвращается и становится той ценой, которая заслуживает этот актив. Если есть рост использования. Тут очень интересный момент. Можно еще и разницу понаблюдать между золотом и, к примеру, серебром. Золото – это инвестиционный актив, а серебро – это менее, очень менее инвестиционный актив. Под это мы должны понимать, у золота ценообразование исходит 80% из ничего, а у серебра ценообразование исходит 80% от нужды в использовании. Кто-то готов платить, начиная с какой-то цены, все, уже есть покупатель. Потому что его использование намного шире масштабное в индустрии, чем золото. С этой стороны неважно, сколько времени Джип Морган будет давить на цену и каждый год проиграть в судебном процессе, потому что доказали, что он манипулирует ценой. Да, доказали. Он выплатил несколько десятков миллионов долларов. Это входило в бизнес насколько прибыльно давить на цену. Если это приносит тебе несколько сотен миллионов долларов, то каждый год тратить несколько десятков миллионов долларов на судебный процесс, и зная, что заранее проиграешь, ничего ты не скрываешь. Что я хочу сказать, что неважно, кто давит и сколько времени давит на цену того или иного актива, все равно оно в один момент возвращается в реальность. эта цена. Кстати, то же самое об этом говорил и Уоррен Баффет. Я говорю, что Уоррен Баффет для меня один из учителей инвестиций по двум простым причинам. Первый человек говорит, инвестируй в то, что ты понимаешь. Извини, Билл Гейтс, ты мой лучший друг, но я абсолютно, это из их интервью, я абсолютно не понимаю, что такое программа, что Microsoft, что ты продаешь, почему люди это покупают. Я понимаю, что такое курица, яйцо, ферма. Вот я вижу, если я буду там деньги вливать, у меня появятся новые курицы, новые яйца, я могу их продать. А с твоими программами я ничего не понимаю. Поэтому, извини, ты мой друг, но я не буду инвестировать в Microsoft. Это одна из основных пунктов для меня, где я инвестирую. Это я понимаю, да, поэтому я туда и инвестирую. Это для меня курица, а это его яйцо. Второй пункт Порно Баффета, это одна из его самых известных историй с Кока-Колой. Когда цена акции на Кока-Колу упала ниже Плинтуса, все ужас, все продают. И он каждый день, пешком, идя в свой офис, видит, что грузовик Кока-Кола все равно дает магазину то же количество Кока-Колы, когда цена месяц назад была еще на пике. Сейчас на полу ничего не изменилось в количестве продаж. То есть, с активом все в порядке, с ценой все не в порядке. А цена, если цена оторвана, она всегда возвращается. И то же самое наоборот, если цена оторвана, она возвращается. И тогда Уоррен Баффет, увидев это, он еще больше купил акций Кока-Кол. И через короткое время у Кока-Колы цена опять же нормализирована. История настолько большая с выгодой, что спустя сколько, 30 лет, 40 лет, не знаю, я об этом рассказываю. Итак, в первичном портфолио активы на долгий срок. Если цена оторвана, оно вернется. Во вторичном портфолио миграция в ДЭКС, допускаем, что это начинается, но только во вторичном портфолио. Минимальное количество этих монет все равно себя оправдает, если эта миграция будет сильной и легальный ЦЭКС ничего не будут делать, чтобы эта миграция была у них, а не пошла в ДЭКС. Это первый тренд. Возьмем 5 проектов, известных и неизвестных, и поставим во вторичный портфель. Второй тренд, который только-только зарождается. У большинства проектов нету ни токенов, ни акций. Есть только очень сильные партнеры, которые будут использовать эту технологию. Это конкретные направления для решения конкретных очень узких задач с использованием ИИ. Как, например, Wonder Dynamics. У меня опыт в VFX примерно 5 лет. И то, что я вижу, что можно сделать с Wonder Dynamics, это потрясающе. Почему эти проекты добавляются у меня в Watchlist? Во-первых, создать такую графику с такой легкостью, это фантастика. И это только одно из мест, где ИИ может с таким потенциалом использоваться. В использовании ИИ второе, что для меня очень на первом месте находить проекты, это суппорт. Использование ИИ визуализации суппорта, также его разговоре с клиентом. Это стопроцентное место для полностью входа искусственного интеллекта. В той мере, где мы сейчас это наблюдаем. И в этом секторе визуализировать работника. У тебя есть вопросы касательно сервиса? Любой вопрос ты видишь, это не чат, где ты пишешь и смотришь на три кружочка двигаются. Ты видишь, что человеческое лицо, которое поддерживает позитив в любом разговоре касательно сервиса. Это совсем другой уровень. Мне очень понравилось. Там есть два проекта. один добавится тоже в Watchlist. Почему эти проекты касательно ИИ идут в Watchlist? Во-первых, у них нет ни токена, ни акции. Но я выбираю те проекты, у которых партнеры начиная с Google. И самое важное для меня, это два вопроса в этих проектах. Первое. Какие мощности они будут использовать для визуализации рендеринга персонажа или сцены? Второе. Возможно ли создание токенамик в этих приложениях? Чтобы я купил токен и пользовался этим приложением, а не платил какую-то фиксированную цену в долларах. Потому что это те индустрии, в которых фиксированная плата не будет себя очень хорошо оправдывать. Лучше иметь свой токен. Поскольку нет ответа на первый, какие мощности. Возможно децентрализованное решение использования. Второе. Токены. И они будут на расклад. Поскольку качество сервиса супер. На топовом уровне. То же самое, что MidJourney сегодня сделает свой токен. Этот токен будет на расклад. Все. Думаю, было интересно. Если интересно про портфель, подробности в описании. Увидимся. Увидимся.